То, что предприниматели несут ответственность за каждого работника, это аксиома, подчеркивает мэр. Соблюдение трудового законодательства – первое, что требует власти от местного бизнеса. Необходимо коммерсантам соблюдать и правила сочинского благоустройства, и продолжать работу по приведению своих объектов к единому архитектурному облику. Курировать этот вопрос мэр поручил своему новому заму – Эдуарду Волкову, занимавшему ранее должность главы Адлерского района. А вот в виде рекомендации глава курорта просит предпринимателей при приеме на работу отдавать приоритеты сочинцам, многие из которых, несмотря на возросшее количество рабочих мест, все же числятся безработными в центре занятости населения. Вакантные места все чаще занимают приезжие из других регионов. У каждого второго – семья, дети, которые в том числе занимают и без того немногочисленные места в детских садах и школах города. Когда мне очень уважаемый руководитель, уроженец города Сочи, нынешний один из руководителей нового казино говорит, что мы уже приняли 1137 сотрудников, это ж рабочие места, это ж налоги в бюджет города. Он говорит правильно, а я у него спрашиваю, а из этих 1137 сколько местных? Он мне говорит 37. Вот. Я спрашиваю, ну, конечно, большое спасибо, но только эти налоги, которые вы будете платить, они просто и десятую часть не окупят тех затрат, которые нам понадобятся для строительства школ. Обращается с этим вопросом глава города и крупным работодателям. Это горно-климатические курорты Сочи. Их руководитель Анатолий Пахомов убеждает брать на работу в том числе и выпускников местных вузов. Ребятам необходимо дать возможность начать карьеру в своем городе. С этой целью мэр проводит ряд встреч со студентами, куда привлекает и представителей тех же «Розы Хутор» и «Горки Город». Необходимо заходить на зимние курорты и адлерским предпринимателям, отмечает Пахомов, и воспользоваться возможностью вести свой бизнес круглый год. В ручном режиме готовы отрабатывать лето, будем говорить, пока зима уже идет, а лето надо уже об этом заботиться и к вашим услугам. И набережная Эмеретинская, и, как я уже сказал, Олимпийский парк, и набережные в центре. Все должно быть разумно. Одно условие. За каждым лотком должен быть предприниматель Сочи. Можно эффективнее работать. Я повторяю, что можно и нужно. Лично я вместе со своими коллегами готов в ручном режиме, по каждому из предпринимателей, повторю еще раз, в ручном режиме, то есть сам, в ручном режиме работать с каждым руководителем курорта на предмет того, что вот надо вот так, давайте вместе договоримся, нужно будет, я их хозяевам буду звонить. Решение мэра поддержал весь зал. Пересмотреть приоритеты пообещали и крупные работодатели курорта. Ну а местные предприниматели в ответ должны соответствовать существующим критериям. Безусловно, планка оказания услуг на нашем курорте, она должна быть достаточно высока. Идет процедура, если человек не удовлетворяет нашим требованиям, мы вынуждены это менять. Но говорить о том, что мы закрыты. Я сам местный человек, поэтому мы не закрыты, мы работаем. Поэтому добро пожаловать. Нам это действительно удобнее, безусловно. Вот. Поэтому, ну, еще раз повторюсь то, что я говорил на совещании, что сегодня есть, я считаю, потенциал у местных предпринимателей тот, который еще на курорте востребован. И вот после общения с мэром, он, ну, были несколько предпринимателей, которые предложили нам услуги, которые у нас действительно не были, и мы с удовольствием их подхватили. Теперь дело за малым предпринимателем. Остается выбрать место дислокации и ознакомиться с общими требованиями.